Важно знать, что в зависимости от того, какие задачи должно решать приложение, Bitrix24 предлагает различные варианты реализации архитектуры. На схеме видно, что разработчикам предлагается три типа приложений, которые отличаются доступными средствами программирования, реализацией, авторизацией пользователей, а также физическим размещением готового приложения. То есть, в зависимости от того, какой функционал требуется в приложении, вы можете выбрать наиболее простой тип реализации, не тратя изначально время на лишний код. Например, в случае в приложениях первого и второго типов, вам не придется решать вопрос реализации аутентификации по протоколу OAuth 2.0. Вы еще поймете, какое это облегчение. С другой стороны, если ваше приложение должно реагировать на какие-то изменения данных в Bitrix24, или автоматически вносить новые данные из внешнего источника, то, скорее всего, вам потребуется приложение третьего типа. В таблице вы видите несколько базовых примеров, которые могут проиллюстрировать область применения различных типов приложений для Bitrix24. Первый тип чаще всего связан с какой-то специфичной визуализацией тех данных, которые доступны для выборки простыми запросами к Bitrix24. Например, список проблемных задач или, скажем, график выплат по счетам за период. Приложения первого типа также полезны для реализации специального пользовательского интерфейса для конкретной предметной области. Например, можно вывести сделки пользователя в виде календарной сетки или вывести метки на карте по выбранным клиентам. Второй тип приложений чаще нужен, когда встает вопрос сохранения данных либо обработки файлов, которые в принципе не реализуем на уровне JavaScript. В частности, это может быть сборка какой-то статистики при запуске приложения или вопросы получения данных из внешних источников, сохранением их в Bitrix24. Третий тип необходим в приложениях, которые должны взаимодействовать с Bitrix24 без постоянного участия пользователя. Автоматический импорт-экспорт, периодическая сборка статистических данных, добавление заявок в CRM из форм на посадочных страницах, реакция на события. Например, при изменении сделки в CRM можно автоматически отправить электронное письмо и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова